Мы приехали в одно место, которое необходимо посетить всем, кто любит слушать джаз, пить абсент и зачитываться кавкой. Шучу, всем сюда надо приехать. Ну а тем, кто любит кавку, так особенно. В этих местах гениальный абсурдист Франц Кавка любил быть. Признаюсь честно, кавку я не читала. Думаю, я до него еще не доросла и, наверное, никогда не доросу. Но Франц Кавку вообще-то называют чешским Достоевским. Достоевского читала, но только идиот. Остальное, наверное, тоже еще не доросла. А идет, конечно, обожаю. Вот, приехали мы в великолепнейший замок. Это не просто замок, а это замок-отель. В нем можно жить. В этих местах бывал кавка, об этом я расскажу чуть позже. Посмотрите, какая красота. Так, где-то я потеряла Эдика. В общем, сейчас мы вам покажем это место подробней. Расскажем о нем подробней. И вообще покажем, что же там внутри. Эдик! Эдик нашелся. Мы сегодня без Влада. Мы сегодня вдвоем и без Мишеньки. Мы сейчас сняли. Эдик. 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 Как хорошо пахнет здесь, в номере. Вуаля, здесь ванная. Ой, косметика хорошая. И, как обычно, фен имени меня, Валера. Ну все, мы заселились. И еще для тех, кто, возможно, есть такие люди, которые не знают, кто такой Франц Кавка. Франц Кавка – это чешский писатель еврейского происхождения. Известен стал только после смерти. А, кстати, еще из интересных фактов. Его фамилия пишется как Кавка. Но если его фамилию написать не с буквой Ф, а с буквой В, то это по-чешски значит Галка. Галка? Птица. Вот так. А еще, вообще, Франц Кавка был страховым агентом. Вот в этом мы с ним очень похожи. Я тоже занимаюсь, собственно, этим. Ну, а остальное мы сейчас вам расскажем. Когда выйдем из замка, покажем вам подробнее замок. Расскажем вам о нем. И здесь рядом находится очень красивый город. Город называется Телч. И вот в городе Телч красивейшая площадь в Европе. Ну, в Чехии, не в Европе. Это я уже, конечно, загнула в Чехии. Красивейшая площадь в Чехии. Ну, красивейшая, не красивейшая. Ну, да, симпатичная, красивая. Ну, в общем, это надо не рассказывать, а показывать. Поэтому, да, мы туда поедем и вам все покажем. Франц Кавка родился в Праге 3 июля 1883 года. И прожил всего 40 лет. За свою недолгую жизнь он написал произведения, которые совершенно заслуженно стоят в одном ряду с величайшими творениями мировой литературы. Нередко именно Кавку сравнивают с Достоевским. Сам же Кавка обожал творчество Достоевского. С упоением зачитывался его романами, считая их самыми гениальными. А вы знали, что именно Кавка создал защитную каску для рабочих? А все потому, что работал страховым агентом и страховал рабочих от несчастных случаев. Кавка для безопасности рабочих сохраняла тем здоровье, а страховой компанией – деньги. Отец Франца был деспотичным и властным человеком. Возможно, именно поэтому у Кавки еще в детстве развился комплекс неполноценности, который очень мешал его жизни. Он недооценивал себя как в творчестве, так и в личных отношениях. Писатель. Стеснялся своего роста, считал себя хилым, чахлым и слабым. Перед выходом на улицу он часами стоял перед зеркалом, изучая лицо и прическу. Боясь стать посмешищем, одевался исключительно по последней моде. Были у писателя и другие странности. Он боялся мышей и испытывал жуткое отвращение при виде мяса. Особое отношение к Кавке было и к женщинам. Влюблялся писатель часто, но серьезных отношений страшился. С любимой девушкой, Фелицией Байуэр, он был помолвлен дважды. И оба раза помолвка расторглась по его инициативе. Но все же однажды Кавка решил жениться. Его избранница была 19, Францу 40. И уже 7 лет писатель был болен туберкулезом. Скончался Франц на руках у своей любимой. Большая часть работ Кавки была опубликована лишь после его смерти. Макс Брод, друг и литературный наставник Кавки, нарушил его волю и не уничтожил рукописи после смерти писателя. Благодаря этому миру были представлены такие шедевры, как «Процесс», «Замок» и «Америка». А роман «Процесс», который Франц так не хотел показывать миру, в рукописном виде был продан за 2 миллиона долларов. А еще огромное количество романов Франц просто не дописал. Многое и вовсе сжег, находясь в депрессии. И мы никогда не узнаем, о чем они были. В родной Праге талант писателя долгое время был не признан. К его произведениям относились с пренебрежением. Однако позже он стал символом города. В его честь открыт музей, его имя носят отели и рестораны. А еще создано множество скульптур. Например, знаменитая вращающаяся голова Франца Кавки. Так, замок, в котором мы находимся, называется вот он. Твещь. Твещь. Сколько здесь стоит ночь, честно говоря, я не знаю. Потому что это был подарок на день рождения. У меня в начале августа был день рождения, и это я получила подарок. Ну, кстати, очень хороший подарок. Я вообще люблю такие места. А в Чехии такого много. Вот замки, в которых можно провести ночь. И следующие выходные мы тоже будем в замке. И этот замок, это уже не подарок на день рождения. Это просто мы поедем туда. И это один из красивейших замков, ну, пожалуй, да, Чехии. И не все знают, что в нем можно переночевать. А мы вот поедем и вам покажем. Но это будет на следующие выходные. А сейчас мы находимся в Твещь. И этот замок находится в одноименном городке. И именно в городке Твещь обожал бывать Франц Кавка. Он приезжал сюда из Праги к своему дяде. Ну, сейчас я вам это расскажу все поподробнее. Одним из мест, которые Франц Кавка любил посещать, был городок Твещь. Здесь он регулярно навещал своего любимого дядю, Зигфрида Леви. Который вел в городе медицинскую практику. Доктор Леви был самым младшим братом матери Кавки. Именно дядя Леви вдохновил Кавку на написание рассказа «Сельский врач», который он впервые опубликовал в 1919 году. Когда здоровье Кавки ухудшилось, рядом с ним был его дядя Леви, вплоть до самой смерти писателя. Зигфрид Леви покончил жизнь самоубийством 20 октября 1942 года, незадолго до того, как его должны были депортировать в концлагерь Терезин. Итак, еще раз об этом замке. Хотела я что-то интересное о нем найти. Но там всего лишь сухие факты. Вот его построили, вот его там передали одним, передали другим. Я вкратце расскажу эту историю замка. Она не настолько интересная, конечно. Интереснее здесь то, что это действительно средневековый замок. В нем сейчас находится великолепный отель. Действительно, все это связано с Францем Кавкой. И было бы, конечно, гораздо интереснее, если все эти средневековые замки оставались в своем первозданном виде. Вот вы заселяетесь в замок, нет электричества, нет водопровода, нет канализации. И вот живите, попробуйте, как жили когда-то в этих замках. Но нет, слава богу. Сейчас, я вообще, честно говоря, не знаю, сколько здесь 4 звезды, наверное, может 5. Ну, не знаю, сколько здесь звезды, честно говоря, даже нигде не вижу. Да не в этом дело. Очень красивый замок. Едем мы сейчас в очень красивое место. Замок 6 был построен еще в 1513 году и изначально принадлежал чешским дворянам. А 1626 года им владели венские вельможи. В 1945 году замок национализирован. Сегодня он принадлежит Академии наук и переоборудован в отель. Смотрите, мы купили себе в номер. Ну, обычно, когда потом уже вечером сидишь в номере, что-то хочется съесть, даже после ужина. И вот сейчас просто мы зашли в городе в обычный магазин. Вот купили помидоры, миндаль, орешки, очень сыр, я прям сейчас его съем, сыр чешский, сосиски, кафола, две бутылки воды. Тут какой-то, иди к себе еще багеты какие-то купил. И виноград. И знаете, сколько мы за это все заплатили? 8 евро. Я сама-то как бы, вот так вот, мы недооцениваем Чехию, это прям сейчас съем. Вот этот сыр, это просто, мы уже в одном из роликов по Ксладой показывали эти сыры чешские, какие они вкусные. Просто рекомендую всем при всем, когда будете в Чехии, обязательно вот чешский сыр, крал сыру или вот этот садличанский. Очень вкусно. Прям вот я сейчас просто так его съем. Так, смотрите, по-пролетарски просто, ну он очень вкусный, такой нежный. Вот сыры в Чехии, честно, не хуже, чем во Франции. В общем, в 18 минутах езды автомобиля. От того замка, в котором мы сегодня проводим ночь, находится город, который внесен в список наследия ЮНЕСКО. Этот город называется Телч. Туристов тут дофига. Вот, в Телч мы и приехали. Город очень красивый и площадь города Телч считается красивейшей в Чехии или одной из красивейших в Чехии. Ну, сейчас посмотрим. Ну, мы-то уже здесь были много раз, я думаю, многие здесь были. Ну, вот не все, например, знают, что возле Телч, а Телчи, я думаю, знают действительно многие, что возле Телч есть замок, в котором можно провести ночь. Можно вообще приехать в этот замок и остановиться в замке и поехать в Телч, как мы и сделали. И вот посмотрите, какая здесь великолепная площадь. Когда-то здесь был рынок на этой площади, ну, а сейчас здесь просто центральная площадь города Телч. Каждый домик, это прям произведение искусств. Вот такая красота здесь. Если бы еще здесь не парковались автомобили, представляете, как было бы красиво. Но, 200 лет назад говорили, если бы не эти кони, которые нам засрали все получить, было бы очень красиво. Нарисовать этот пейзаж. Да, нарисовать этот пейзаж без коней. Сейчас смотрите. Вот представьте, если бы здесь были кони. А, они были. А, они были. Ну, с конями, может, даже было бы намного красивее. Но не так удобно. Но, боже мой, какое же оно все красивое. А вот это один из самых знаменитейших домов на этой площади. Он с библейскими мотивами. Очень красивый. Смотрите, какая красота. И вот посмотрите. Да, угадайте, где здесь вьетнамцы. Найти вьетнамцы называются. Вьетнамцы? А найти вьетнамца несложно. Посмотрите, в какую помойку превращен вот этот хорошенький домик. А в джомик сельский шлях. Ах! Вьетнамцу все равно, что продавать. Вот, посмотрите. Он себе там обустроился. Мало того, что он там свои лахи развесил. Он еще и вот это вот. Вот эти хламитники. А давай посмотрим, если что-то фирменное. А там все фирменное, сплошное Луи Витон. Ну, если есть, то понятно. Вот, представляете, центральная площадь города, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Какой дом. Вот это, смотрите, какая красота, да? Просто, просто что-то невероятное. Ну, вот это. Давайте посмотрим, что там важное такое продает, что должно висеть на домике. Вот сидит продавщица. Ну, херня полная. Ну, вот зачем это такое позволяет? Чешская Венеция или город Тилч считается одним из самых красивых в Чехии. А его центральная площадь признана самой красивой в республике. В 14 веке за одну ночь тогда еще деревянный город почти полностью сгорел. В результате чего и появились новые каменные дома. Кстати, на центральной площади ни один домик не похож на другой. А, кстати, да, я и забыла. Сегодня, вот сегодня у нас 24 августа. Сегодня ночь замков чешских. И многие чешские замки ночью открыты бесплатно, а для осмотра. И вот замок Тилч, это один из красивейших замков Чехии, он сегодня тоже будет всю ночь открыт для посещения. Эдик пошел, пошел, прочел вот то объявление, что написано. Сказал, что вроде бы здесь не будет ночи замков. Ну, вообще, сегодня ночь замков. Я и забыла, вот сейчас увидела, вспомнила. Я еще и думала, что 24-го, 8-го куда-то в какой-то замок ночью поехать. А потом получила подарок. И мы поехали ночью в замок. Вот, но это не входит в программу «Ночь в замке». Вот поэтому очень круто, вот такие есть дни в Чехии, когда можно бесплатно зайти в какой-то замок ночью. Вот, но Эдик не утверждает, что здесь этой программы нет. Ой, там и замки. Замок очень красивый, кстати. Первое документальное упоминание о замке Тилч относится к 1335 году. Тогда Тилч принадлежал королю Яну Люксембургскому и его сыну, позднее ставшему императором Карлом IV. Тогда это было простое готическое здание в форме латинской буквы «Л», которое имело сугубо оборонительное значение. В итоге я, конечно же, оказалась права. Сегодня ночь замков. Этого замка это тоже касается... Эдик сейчас... Да, Эдик, я вижу тебя. Эдик сейчас это читает, сидит, тут же полез, думает, что я там придумала от себя, чем какую-то рассказываю. Да, в этом замке тоже сегодня будет ночь замков. Всегда можно прийти ночью, посмотреть замок. И закончится все это каким-то огненным шоу. Но еще каждый год выбирают главный замок. И в этом году главным замком выбрали Канапиште. Да, главный замок сегодня Канапиште. Кто не знает, что это за замок, у меня есть видео в этом замке. Это очень интересный замок. Особенно с исторической точки зрения хозяева, потому что именно в этом замке жил небезызвестный, а скорее даже печально известный Франц Фердинанд, который был убит в Сараево вместе с своей женой. После чего началась Первая мировая война. Очень красивый замок. Но в этом замке очень некрасиво то, что там вообще ничего нельзя снимать. Не снимать, не фотографировать. Ну, в парке, на территории замка можно. А если вы заходите в сам замок, то все, все, ничего не фотографируйте. Вот. Ну, а сегодня там можно зайти бесплатно ночью. И этот замок в этом году назвали главным замком. Хотя, я думаю, он и так является одним из главных замков. Ну, там Карлштейнка напишет, что это все-таки Кривоклад, Кривоклад, Глубокая Надвлдава. Это все знаменитые замки, которые действительно, думаю, знают многие. Ну, Чехия вообще полна замков. Мы когда-то с Эдиком шутили, что мы каждые выходные, ну, не каждые выходные, но часто ездим по замкам. И такое впечатление, что когда мы выезжаем на следующие выходные, несколько замков за неделю достроили. Потому что они не кончаются. Ну, и вот сегодня вот такой день, когда эти замки можно посещать. Ночью. Бесплатно. Самое главное. Это самое главное. Ну, а мы идем дальше. Глобальную перестройку замка затеял Захариеш из Градца, при котором он был перестроен в Ренессансный дворец с многочисленными элементами итальянского возрождения. Сейчас эта великолепная достопримечательность является одним из лучших примеров архитектуры XVI века в Чехии. А в 2007 году Национальный комитет по архитектурным памятникам решил провести конкурс. Респондентам задавали лишь один вопрос. Какой из чешских замков вы считаете самым сказочным? И вот в списке победителей не оказалось ни одного замка, знакомого туристам. Так вот, победителем стал замок Телч. За ним следует замок Пернштейн. И замыкают тройку лидеров замок Червена Лгота. И я хочу сказать, что абсолютно с этим согласна. Посмотрите, как здесь красиво изображены Адам и Ева. Вау! Эдик меня уламывает и пойти посмотреть фаер-шоу, которое будет... Ну, может, это уже и замок посмотреть, если в нем можно фотографировать. А с какой-то знаешь? Я не знаю, если у меня может... Внутри в этом замке мы ни разу не будем. Вот, в этом. А, все, в нем нельзя фотографировать. Замки внутри. Что вот... Кто мне объяснит, почему? Вот я... Сколько бываю в замках в Чешске? Ну, я заметила, что нельзя фотографировать в тех замках, которые принадлежат государству. Если у замка есть хозяин, хозяин, соответственно, хочет заработать денег, и он разрешает фотографировать, потому что в замке Чешский Штернберг там, да, за отдельную плату можно фотографировать. Все идет в казну замка, и почему нет? И плюс это реклама замка. Много людей бы просто и не пойдут, если они знают, что внутри. Ну, да, не все же обязаны прям бегать по замкам, по всем подряд. Вот. Опять пришли, здесь нельзя фотографировать. Ну, Эдик меня угламывает. Пойти на фаер-шоу ночью. Посмотрим. У нас свой замок ночью есть. Чего мы будем по чужим таскаться? Нет. Идем смотреть на фаер-шоу. Ну, решим. Посмотрим. Ладно. Ну, реши, реши, реши. А еще у замка есть легенда. Оказывается, в нем живет белая пани. Говори. Нет, нет. Нет, а еще, я что хотела сказать, что мы сегодня ночуем в замке, и в следующей неделе будем ночевать в замке. И еще мы, ну, тут в Чехии много замков, в которых можно переночевать. И один из них, замок Сбирох, мы в нем были, мы в нем ночевали. У меня есть это видео. Кто не видел, обязательно посмотрите. А кто не был в нем, обязательно приезжайте и обязательно переночуйте. Этот замок заминирован. Вот так. Ладно, что ты хотел сказать? Эликска важная? Нет. А какое красивое панно. Это, видимо, Нептун с трезубом этим. Очень красиво. Белая пани была когда-то женой одного из владельцев замка, но не выдержав издевательств мужа-тирана, наложила на себя руки. С тех пор ее можно встретить в замке. Пане не опасно. Главное при встрече обратить внимание на ее перчатки. Если она в красных, нужно опасаться пожара. В белых ожидать свадьбу. А если в черных, то тогда ничего хорошего, увы, не стоит ждать. И все бы ничего. Но в этой легенде смущает кое-что. А именно то, что эта же пани в таких же перчатках ходит по знаменитому чешскому Крумлову. Так что с белой паней не все так однозначно. Либо их две, либо в одном из замков живет подделка. А здесь плавают вот такие прекрасные красные рыбки. Они на аквариум на мне похожи. Или это и есть аквариумы? Нет, здесь Крум взял. Ну да мне здесь Крум, Эдик. Эдик, говорю, дай мелочь. Он говорит, нет мелочи. Хотела забрать у него ключи, чтобы кинуть. А он нашел здесь Крум. Итак, Эдик, загадываем желание. Загадываем, подожди. Оба-два. Дай просто прыгать. Вот так здесь выглядит. Ян. Да, Эдик. И салон, который называют это салон Франца Кавки. Все, все, все здесь связано с Францем Кавкой. Там книги стоят. Здесь хорошо. Да, на улице Жара такая. Здесь так хорошо климатное кондиционер работает. А здесь даже сахар. Выглядит как рукопись Кавки и салфетки. В общем, да. Бедолага Кавка, когда здесь отдыхал, не знал, что это место будет так распиарено. Благодаря ему. Что-то снова? Какая-то такая странная тематика просто. Типа искусство. Ничего не написано. Ничего не написано. Короче, Эдик меня уломал. И мы не остались на ужин в замке. А приехали в Телч. Здесь поужинаем. И пойдем на это фаер-шоу. Замок. Сегодня же ночь замков. И у нас получается свой замок. Тоже ночь замков. Мы там будем просто спать. А в Телчке замок мы приехали посмотреть. А сьеток в сезоне? Веку в замок. Да, прощание. Ну и как бы каникулы заканчиваются. Сегодня все-таки уже конец августа 24-й. Посмотрите, здесь мы в нем шли толпа людей было. Всю эту ночь замков, да, связано с тем, что... Ну уже конец лета. Как бы, чтоб люди попрощались. Не, ну замки. Замки. Ну да, они еще будут работать, конечно. Еще всю осень будет работать. Ну вот. Ну не все, я думаю. Ну, многие... Сентябрь у нас еще хороший, теплый. Октябрь тоже. Но официальный сезон заканчивается. Ну, лето заканчивается. Так, все, будем искать динам поужинать. А вот сейчас, посмотрите, людей стало гораздо меньше. И площадь выглядит еще красивее. Смотрите, какой дом. Что, думаешь, полетелся, полетелся? О, точно. Мы пришли в ресторан в центре этого телча. И нам здесь порекомендовали местное вино, которое здесь делают. И в очередной раз говорю, что местные вина великолепные. Чешские, я имею в виду. Мы на следующей неделе будем вообще в сердце виноделия чешского. В самом красивом замке. Ну, не буду забегать вперед. Но, тем не менее. Там тоже будут чудесные вина. Ну и вот здесь. Вот прям. Они такие легкие, приятные. Вот французские вина для меня тяжеловаты. А чешские, не знаю, чешские и австрийские. Это просто, кто знает, тот поймет, о чем я говорю. Итак, ночь чешских замков. Сейчас в этом замке, в Телче, там какое-то детское шоу. Дети собрались. Им показывают угольный театр. Ну, для детей это прикольно. В старинном замке кукольный театр. А сейчас начнется файр-шоу. Ну, красивый замок. Людей, правда, непривычно много для такого времени суток. Ну, очень вовремя мы оказались в одном из красивейших замков Чехии. Все побывали мы на шоу. Ну, очень аутентично. Вот как в Средневековье. В Средневековый замок. И приехал какой-то клоун выступать перед честным народом. И все жители городка, которые вокруг этого замка собрались поглазеть. И вот мы себя сейчас чувствовали такими жителями Средневекового городка. Главное, что я все время думала о том, что у меня в другом замке ванна, пена и бутылка шампанского вдова Клику. А еще всякие сыры, виноградик. Все. Давай, давай, быстро. Идем. Ухо. Всем привет. Доброе утро. Что хочется сказать об этом замке? Рекомендую его всем. Абсолютно всем, кто будет в Чехии. Кто захочет побывать. В Чехии много замков, в которых можно остановиться. И поверьте, это один из лоджи. Да, в замке нет там какой-то истории. Вот мы в следующем, в следующие выходные проедем замок. Там, конечно, это вообще жемчужина Чехии. И там можно ночевать. Здесь нет такой истории прям, но видно, что в этот замок вложили большие деньги в реконструкцию этого замка. Что здесь действительно все очень дорого, очень красиво, очень душевно. Кстати, здесь еще можно взять внизу в ресторане, вам подготовят корзину и на пикник уйти. Здесь лес очень красивый. Прям замок находится на окраине леса. И там места для пикников. В общем, очень красиво вокруг. Рядом прекрасный город, в котором мы вчера, ну городок, в котором мы вчера были, Телч. Здесь еще и дегустация вин проходит. В общем, очень рекомендую это место. И вас непроизвольно здесь начнет интересовать кафе. Потому что здесь все выдержано. Даже все подписано его почерком. Салфеточки, тапочки, сахар в ресторане. Все надписи, там ресторан, туалет, все написано ему почерком. В общем, это интересное место. Очень-очень хороший отель. Если рассматривать как отель, очень качественный, очень хороший. И действительно, место с историей в том плане, что здесь любил отдыхать кафкой. Ну не прямо в этом отеле, но прямо в этом городке здесь жил его. Ну я уже рассказывала о дяде. Ну, мы сейчас поедем уже домой. А в следующие выходные увидимся в Чешской Шемчужине. И проведем там ночь. Всем спасибо, что были с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok